всем привет данный бренд впервые на нашем канале сразу хочется сказать и бесподобное качество изготовления сейчас будем смотреть комплектацию и все возможности прибора так что всем приятного просмотра на упаковке для трех моделей видим отмеченные все основные технические параметры приборов в комплект поставки входит отличная сумка для хранения и транспортировки сумка представляет из себя не только презентабельный вид но и сделано все достаточно добротно из крепкого долговечного материала изнутри можем видеть уплотнение из поролона термопара для извлечения показания температуры имеет нестандартный разъем но и видим тип термопары для термопары есть еще такой переходник который позволяет включать стандартные гнезда прибора защитные заглушки для изоляции гнезда шупов это уже говорит о высокой степени безопасности неплохого качества шупы с возможностью коммутации токов до 10 ампер и на концах изоляционные наконечники и длина порядка одного метра комплект и также сертификат соответствия руководство пользователя к сожалению пока только на китайском языке здесь можно ознакомиться всеми основными техническими параметрами прибора это точность погрешность и допустимые отклонения и этот прибор позволяет измерять температуру максимум до 760 градусов цельсия прибор в живом виде смотрится гораздо лучше чем в картинках отличное качество материала изготовления приятная на ощупь резиновая окантовка органы управления всего 6 резиновых кнопок довольно большого размера и приятные на ощупь но без ощутимого отклика нажатия селектор имеет четкое переключение нет никаких случайных проскальзываний и данное обозначение класс подсказывает защите оборудования от попадания воды и пыли во внутрь корпуса гнезда силовая часть позволяет коммутировать ток до 10 ампер максимум малых токов максимум 800 миллиампер справа все остальные режимы измерения и по третьему классу безопасности измерения максимум до 1000 вольт напряжения место для крепления под ремень или куда-нибудь повесить отсек для элементов питания монументально на все четыре винта вмещает 4 батарейки стандарта 3а 1,5 вольт но и мощные предохранители с хорошим доступом без разбора прибора для замены длина порядка 38 миллиметров для большей долговечности есть бронзовые резьбовые вставки качестве питания и проверки будем применять никель-металл гибридные аккумуляторы низковольтные видим прибора запускается прежде всего хочется отметить отличную равномерную подсветку дисплея также видим отличные углы обзора практически под прямой угол в том числе отличный результат и по вертикали и как видно совсем еле заметный переход контраста подсветка достаточно быстро гаснет в автоматическом порядке несмотря на компактный размер дисплея отличная читабельность и небольшой пример сравнения числа первой модели в углу можем видеть фотосенсор который автоматически включает подсветку при при более низком освещенности но и как видим отлично срабатывает первый режим измерения переменного напряжения автоматический подбор диапазонов измерения можно перевести в ручной режим выбирать десятые сотые тысячные или целые числа вольта либо удерживая кнопку нажатой снова возвращаемся в автоматический подбор аналоговая шкала в данном режиме скорее носит характер дублера поскольку не вижу разницы в обновлении показания нормальное измерение бытовой сети есть возможность также проверить и частоту ну и процентное соотношение малую амплитуду также можем видеть есть неплохое извлечение и даже на столь малой амплитуде от пика до пика и в амплитуде пиковой 5 вольт смотрим извлечение истинно среднеквадратичного значения которые также можем сравнить на осциллографе райгал на частоте 1 килогерц извлечение среднеквадратичного значения особо не меняется а вот увеличением еще больше видим падает индикация напряжения то есть ухудшается форма сигнала и на данном режиме смотрим частоту измеряет максимум до 100 килогерц 200 килогерц с трудом а вот 300 килогерц уже провал на более высокой амплитуде уже видим отлично отображает и 300 килогерц и далее тоже видим нормально продолжает измерение вплоть до 5 мегагерц и на частоте 1 килогерц с амплитудой в 5 вольт пиковых смотрим также измерение различных форм сигналов на постоянном напряжении видим фиксируется паразитный сигнал видим идет достаточно быстрое измерение и хорошая скорость стабилизации показаний измерения кнопкой моды переключаемся в режим измерения постоянного напряжения кнопка hold позволяет зафиксировать показания измерения при удержании нажатой данной кнопки позволяет включать подсветку дисплея и данная подсветка уже не гаснет так быстро и перестает реагировать на фото сенсор измерение постоянного напряжения достаточно быстро проверим измерения также с помощью высокоточного блока питания райгал видим появляются милливольты и цифра после запятой это уже микровольты и по качеству работы смотрим каждый милливольт нормально измеряет убедиться что это не вольты а милливольты поможет данный значок на дисплее и на данном приборе самое главное с увеличением напряжения как видим не набегает погрешность и даже на отметке в 5 вольт видим прибор один в один повторяет с высокоточным блоком питания райгала также измерения и более высокого значения напряжения в целом неплохой результат помощью данной кнопки можно зафиксировать максимальные показания измерения либо еще одно нажатие позволяет зафиксировать уже минимальные показания измерения и чтобы выйти из данного режима удерживаем нажатой данную кнопку с помощью этой кнопки можно включить фонарик фонарик здесь отличный с хорошей яркостью свечения и в темноте видим это наверное лучший фонарик из числа встроенных в мультиметр который когда-либо было в нашем пользовании и это немаловажная функция в приборе функция пик в большей степени идет о работе с токами и довольно интересная функция rl режим относительного измерения к примеру у нас есть элемент питания с эталонным напряжением и данной кнопкой обнуляем текущее измерение и все последующие измерения будет проводиться относительно этого нуля то есть позволяет подбирать максимально приближенные по значениям элементы питания следующем режиме измерения начинается сопротивление видим неплохие показания измерения с увеличением сопротивления и увеличивается скорость измерения ну и отличное измерение вплоть до 24 мегаом кнопкой range ручном режиме можем выбирать мегаом и килоом и ом и так далее либо удерживая нажатой снова возвращаемся в автоматический режим подбор диапазонов кнопкой мода переключаемся в режим прозвонки прозвонка достаточно громкая есть достаточно быстрый отклик неплохая скорость но звук превращается в одну целую непрерывную линию и размыкание также есть оставляет следы ну и работа скорость аналогового бара далее переключаемся в режим теста диода здесь видим сразу неплохое напряжение более 3 вольт есть падение напряжения диода в том числе видим отлично зажигает и разные цвета светодиодов и на каждой из них видим есть индикация падения напряжения для полноты картины также смотрим и на примере светодиодной лампочки здесь все также зажигает есть индикация падения напряжения далее режим работы с конденсаторами диапазоны нет возможности менять в ручном режиме измерения начинаем с 100 на фарад 160 пика фарад вместо 100 и 60 с лишним пика фарад вместо 22 посмотрим и более емкие конденсаторы отличное измерение 2 с лишним мили фарад видим 47 мили фарад 12 мили фарад и выше прибор как видим не хочет видеть следующая функция позволяет работать с температурой как видим в приборе к сожалению стройного термодатчика нет ну а здесь видим отличную скорость измерения ну и отличная скорость остывания то есть минимальная инерция термо датчика и для контроля точности небольшой пример кипения воды при желании с помощью кнопки моды можем переключаться в режиме измерения в градусов фаренгейта и крайнее положение селектора low z то есть возможность измерения напряжения с более низким входным сопротивлением такая же функция есть и на более дорогих моделях например 171 модели и такая же функция есть даже самой популярной 61 моделей но здесь уже надо переключаться в ручном режиме но как видим уже на приборах переменное напряжение не скачет от наводок и паразитной статики переключаемся в режиме измерения токов снова хочется отметить уникальность данного прибора это грамотно организованная подсветка кнопок и режимов вижу первый раз такой на мультиметры и в темноте это огромный плюс переменные миллиамперы прибор также успешно распознает в другом положении селектора можем увидеть еще более точные показания миллиамперов и даже возможность увидеть две цифры после запятой микроамперы но такое разрешение сохраняется далеко не всегда и при превышении порога 60 миллиампер прибор как видим переходит в более грубое разрешение то есть уже одна цифра после запятой и крайнее положение селектора возможность измерения микроамперов показывает ошибку оверлэд поскольку ток превращает значительно допустимые нормы но при этом видим цепь не сгорает одна цифра после запятой это уже меньшее значение 1 микроампера который исчезает при превращении порога в 600 микроампер и на данном режиме максимум тока можно измерить столько сколько позволяет разрядность счетчик измерения теперь пробуем и большой ток это уже постоянный ток по показаниям точности пока не могу ничего сказать вот здесь уже более-менее точно можно сопоставить показания и здесь она почти все сходится и самое главное при увеличении напряжения видим абсолютно одинаковый ток на обоих приборах в режиме микроамперов также очень точные показания измерения 60 миллиампер переходит в более грубое разрешение с одной цифрой после запятой а гистерезис всего на 2 миллиампер то есть переход более высокое разрешение уже на 58 миллиампер и порог измерения максимум 600 миллиампер еще режим микроамперов и здесь тоже максимум измерения порядка разрядности счетчика измерения и в режиме измерения токов если удерживать нажатой данную кнопку включается режим фиксации пиковой максимальной измерения на случай если просто максимальный режим не способен фиксировать кратковременные высокие токи для выхода из этих режимов чуть дольше удерживаем нажатой данную кнопку и данная функция включается на всех трех режимах измерения тока теперь заглянем и в начинку прибора но прежде в целях поддержки и развития канала не забудьте поставить лайк написать комментарий ну и подписаться по начинке могу отметить отличное качество пайки компонентная база маркирована соответствующим образом слева можем видеть как организована защита на отдельной плате можем видеть размещение мощных предохранителей нет даже намеков на следы канифории прибор собран на микроконтроллере м430 f и также на приборе присутствует чип предположительно производства high contact такие же чипы встречаются и более дорогом сегменте на приборах от бренда unitrend прибор собран на 6 винтах все очень плотно надежно как устроена защита от воздействия внешних факторов то смотрим кант одного прибора погружается в ответную часть прибора в паз где как видно черным цветом есть резиновый уплотнитель который плотно закрывает и предотвращает попадение влаги и пыли во внутрь прибора попробуем включить прибор на напряжение в 3 вольта есть небольшие стартовые токи а если питание 4 вольт то видим прибор включается но довольно большой ток потребления при отключении всех подсветок снова ток потребления остается довольно высоким при включении подсветки ток потребления увеличивается почти в четыре раза а при включении фонарика более 66 миллиампер и такой пример потребление тока прибором выключенном состоянии фоновом режиме смотрим все нули и даже в режиме микроамперу снова все нули то есть отличный результат на приборе значок в виде таймера функция auto power off то есть если не пользоваться прибором в течение примерно 10-15 минут прибор создает предупреждение и если не принять меры прибор автоматически отключается тем самым сохраняя заряд элементов питания но эту функцию можно отключить для этого на выключенном приборе удерживаем нажатую кнопку моды включаем прибор и как видим исчезает значок и теперь прибор может бесконечно долго работать вплоть до полного пустощения элементов питания подводя итоги для меня эта модель не сможет конечно вытеснить чейся первой модели ну а для тех у более высокие требования по степени защищенности надежности тогда есть смысл подумать спасибо за просмотр